я начинаю свой рассказ с блеска этих куполов не для того чтобы сказать что-то о религии в забайкале или еще что-то вроде этого нет я просто хочу на примере этих куполов показать какое яркое у нас солнце сегодня 17 апреля отойду немножко в сторону ветер дует на микрофон 17 апреля воскресенье вот посмотрите как все ярко показывает такой более общий вид вот такой обратите внимание вот на что вот у нас сопки несколько дней назад они у нас выгорели но на сопках осталось вот это это у нас лежит снег а вот здесь если посмотреть перевести камеру вот сюда то его еще больше там просто просто я думаю там целые целыми сугробами он лежит это вот вверху город весь весь солнечный залиты солнцем внизу вот это и хочу пояснить такое вот интересное явление дело в том что сейчас в городе температура минус 4 градуса в общем для апреля конечно холодно вот там можно увидеть реку так вот вот видите вот это лед реки река ингада река ингада если мы посмотрим вот здесь поближе вот здесь я сейчас показываю район первого первого микрорайона это вот здесь где-то здесь по первому микрорайону протекает река вторая река река читинка как я подозреваю наши первопроходцы потому и заложили город в этой чаше что здесь сходятся две реки и представьте себе что вот ничего здесь нет и то есть этих домов а все вольно зелено то почему бы здесь не жить так вот о чем я хотел сказать у нас как-то ну скажем так априори считается что например юг это замечательно а север это плохо в общем где-то немножко считал также и я но совсем недавно на днях буквально разговаривал с одним уважаемым человеком эта женщина была она мне рассказала что она не совсем недавно купила дом под питером и хотела туда уже было переезжать она уже сидела на чемоданах и вдруг что-то и установила она решила что не поедет никуда и щиты останется здесь она вспомнила просто все свои климатические что ли предписания она родом с волги бывало конечно в питере и она вспомнила что это мне очень хорошо воздух слишком влажный а вот за байкаль и подходит вот именно тем он и подходит что вот этой особенности которые рассказал что здесь во первых много солнца много простора и вот этот холодный сухой воздух наш которого других местах не найдешь для кого-то он может быть полезным так что вот я думаю что не следует на нашу на природу наших мест которых в которых мы живем смотреть как на что-то устоявшиеся и одинаково для всех людей надо видеть и вот так как увидела это моя приятельница ну вот еще раз показываем наши снега которые лежат на 17 апреля и я думаю еще долго будут лежать и на этом пока сегодня заканчиваю рассказ если вам интересны мои краткие экскурсы подписывайтесь в соцсетях я выкладываю не все а на ютубе есть все что я снимаю и показываю